Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир. Но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 29 октября, день Лонгена, назван в честь святого мученика Лонгена Сотника. Он охранял место, где был распят Иисус Христос. Во время казни кровь Иисуса брызнула ему в лицо и излечила от катаракты. С этого момента Лонген уверовал в истинного Бога. Спустя три дня увидел воскресение Иисуса. Лонген решил проповедовать христианскую веру. Вместе с ним последовали два других воина, которые стали свидетелями воскрешения Иисуса. Но по приказу Понтия Пилата их казнили. Лонгена Сотника в народе считали защитником от болезней глаз и молились сегодня ему для избавления от них. Сегодня доставали зимнюю одежду из сундуков, чтобы прогреть ее на последнем солнце и проветрить на первом морозе. Верили, что такое сочетание солнца и мороза поможет защитить от зимних хворей. Ворота, калитка, входная дверь считалась в народе самым опасным местом. И все потому, что здесь стоит нечистая сила. А святой мученик Лонген как раз стоит между добрым и злым миром, защищает людей. По этой причине его образ размещали над воротами. Оберегом от нечистой силы мог быть какой-либо острый предмет, например, зубья, бараны, коса и так далее. Также втыкали в щели или сажали возле ворот колючие растения. Шиповник, боярышник, терновник, ежевику, можжевельник. Оказывается, острое, режущее остерегаются жители тонкоматериальных миров. Приметы. Если перелетные птицы только сейчас собираются в теплые края, зима будет теплой. Если ветер сегодня переменчивый, зима будет с частыми оттепелями. Если сегодня мутная и бледная луна, это к морозу. Продолжительный туман сегодня к оттепели. По отлету грачей судили, когда пойдет снег. Если отлетели, жди снега. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое. Совершенно игнорирую о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное – вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное – целебное блюдо, съем которое, мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ее ведущий – Геннадий Малахов. В «Целебная кулинария» в гостях у нас телеведущая Таня Ларич. Здравствуйте. Помнишь, мы с тобой делали соки сладкие, которые освежали нас? Да, после этих соков я пела целый день. Мне очень хочется, и благодарна вам за то, что сегодня буду наслаждаться овощными соками. Хотя, конечно, для меня много вопросов. Ну, морковный сок я себе еще представляю, а вот огуречный, помидорный, капустный, перчик болгарский. Ну, для меня это в новинку. В новинку. И для того, чтобы нам пить и получать пользу от свежевыжатых овощных соков, которые не сладкие, важно использовать соль. Но соль должна быть у нас, знаете, не обычная, а лучше всего из морской капусты. Поэтому мы берем морскую капусту. Можно чуть-чуть вот? А, действительно, то есть порезанная морская капуста. Здесь имеются все минералы, которые вообще растворены в океане, представляете? И, естественно, натрий-хлор. Поэтому такая соль многократно полезна. И мы... Да, сегодня солененькая. Солененькая. И мы ее... Мы будем делать соль из морской капусты? Да. Класс. Для того, чтобы ее солить наши овощные соки, которые мы приготовили. Здорово. Поэтому сначала делаем соль. А что это? Соль как бы полезная без как бы? То есть это соль полезнее обычной соли? Я же только же рассказывал, что все, что растворено в океане, а в океане растворены все микроэлементы, которые имеются в земной коре. Вот пропорция идеальна для нашего организма, потому что практически плазма крови напоминает собой воду морскую, морскую воду. Вот. И там имеется, конечно, и натрий-хлор. Поминут его. И йод, и прочее, прочее, прочее. Поэтому мы с вами соки наши будем солить вот такую вот солью и делать ее более целебной. Итак. Перемалываем. Смотрим, что у нас получилось. О, видите? О, что это за пыль такая? А это просто, она сухая. Здорово. И когда милит, она превращается в пыль. Итак, мы с вами. Опа. Слушайте, ну это какое священное действие. Да. С... Измельчили. Паром. Не с паром, это просто-напросто пыль. Уже запах моря чувствуется. Чувствуется. Итак, у нас соль есть. Это самое важное. Все мы из вас пили... Томатный сок. Томатный сок, да. Но томатный сок мы с вами пили, к сожалению, он уже был термически обработан. А раз все, что термически обработано, там она уже потеряла практически большую часть своей ценности. Мы же с вами сейчас будем делать... Из свежей. Из свежей. Итак, приготовимся. Угу. Давим. Томатный сок. О-хо-хо-хо-хо. Сразу запахло томатами. Обычно мы томаты получаем на такой шнековой соковыжималке, ну грубо говоря на этом. Шнековая соковыжималка, первый раз слышу? На мясорубке. Немножечко попробуем. Как я люблю томаты. Ага, Таня любит томаты, значит мы тогда добавляем томатов больше. Спасибо. А где же наша соличка? Вот, ты попробовала? Да, я попробовала, я бы добавила соль. Теперь берем соли. Как думаете, сколько? Ну вот, это уже по вкусу. Не многовато ли? Не стесняйся. Вам надо? Не, 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 ты себе. Ладно. Держите, не стесняйся. Сначала попробовать надо? Да. И смотрите, когда мы используем с вами, я примерно беру одну-три чайной ложечки. Когда мы с вами используем вот такую соль, мы ничуть не портим наш сок томатный, а наоборот делаем его еще более целебным и более вкусным. То есть все те, кто страдает от недостатка минеральных веществ, подсаливайте вот такую вот солью. Побольше надо. А томаты вроде как профилактика онкологии. Вторые лунные сутки. Интересно отметить действия лунных суток на человека. То, что ранее расшивяла приливная волна, идет на спад, на сжатие. И в сознании человека это проявляется эмоциями жадности, привязанности к вещам. А если это не удовлетворяется, то появляется раздражение и злость. Противоядием против действия луны служит обратная щедрость. Что касается питания, то сегодня можно отбирать продукты, которые будете использовать за течение всего лунного цикла. Ведь вкус продукта это энергетика. И если ее не хватает, то нам больше всего хочется продуктов с определенным вкусом. Этот день подходит для очищения лобных и гайморовых пазух. И вообще, в этот день следует что-то начинать. Третьи лунные сутки. За предыдущие лунные сутки в организме образовалось напряжение, однокопленное в результате сжатия энергии. И сегодня настал день, чтобы дать ей разрядку в виде большой и интенсивной физической нарушки. Вообще, энергетика лунных дней может способствовать росту спортивных результатов, если ей следовать. Если вы не спортсмен, то в этот день можно выполнять большую работу по дому, и вы не устарите. А после выполнения работы обязательно примите горячие ванны. Важно расслабиться и полноценно отдохнуть. Сегодня не принимайте никаких серьезных решений. С горяча можно наломать дров. А вот поточить ножи сегодня очень даже хорошо. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов.Про. Доброго здоровья и до новых встреч!